Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем подумать, чем можно вам помочь. Я понимаю, что вы хотите вернуть своего парня, я понимаю, что вы хотите это сделать, вот, но, пожалуй, первое, с чего вам надо было, чтобы начать. Это с того, почему вы не принимаете его выбор. То есть, грубо говоря, предположим, что он ушел, да, предположим, что он ушел от вас не по своей воле. Вы как будто, знаете, боитесь как будто предположить, что это так. Вы как будто боитесь подумать, что мужчина ушел не за кого-то, не по какой-то причине, а он ушел сам, потому что ему, например, так захотелось, допустим. Но я допускаю, что вы боитесь это признать. Я допускаю, что вы боитесь признать данный факт, потому что тогда он что-то для вас будет значить. И, скорее всего, это что-то для вас будет негативным, к сожалению. Лично мне показалось, что вы боитесь остаться одна. Лично мне показалось, что вы боитесь одиночества, потому что мужчина для вас это как будто, знаете, ну, что-то вроде смысла вашей жизни был, судя по, ну, судя по тому, что вы описали. Описали. А это значит, это значит, что вы были и, возможно, остаетесь от него через чересчур зависимой. Понимаете? То есть, в этом вся суть проблемы. Понимаете? Суть проблемы именно в этом, в том, что вы боитесь остаться без него. И смотрите, мужчина, по вашему мнению, ушел от приворота. Но, обращаетесь вы к психологу, то есть, это странно. Если вы считаете, например, если вы считаете, что мужчина ушел по привороту, то и вам нужно обращаться за подобным же, ну, за подобной услугой. Вы этого почему-то не сделали. То есть, такое ощущение, что вы как будто бы подозреваете, что здесь что-то не так. Либо, может быть, вы понимаете, что он ушел не из-за этого. Подсознательно. А понимаете, что он ушел по какой-то другой причине. Ну, например, из-за того, что ему что-то не нравилось. Поэтому первый момент здесь в том, если вы хотите вернуть своего мужчину, первый момент здесь заключается в том, что вам нужно брать ответственность на себя за то, что происходит. Понимаете? То есть, не нужно обвинять кого-либо в том, что он ушел. Не нужно обвинять сестру, не нужно обвинять его бывшую девушку и так далее. Понимаете? Нужно вам самой взять на себя ответственность за то, что произошло. И тогда, собственно, у вас появится реальный шанс его вернуть. Почему? Потому что до сих пор вы, в силу того, что были от него зависимы, показывали, что нуждаетесь в нем. И мужчине, по-видимому, это было, ну, не совсем приятно. Ему не могло быть это приятно, потому что, когда человек зависим, он пытается раствориться в том, от кого он зависим. А это всегда влечет за собой то, что человек, в котором пытаются раствориться, видит в том, кто растворяется, самого себя. А это, еще раз повторю, неприятно. То есть, человек как бы видит, видит в другом, видит самого себя. Понимаете? Это вот, это является отталкивающим моментом здесь. Поэтому вам, если вы его любите, нужно принять его выбор. Каким бы он ни был. Вот. И приняв его выбор, показать таким образом ему, что вы его любите. Потому что пока я, если честно, ну, не увидел у вас именно любви к нему. Понимаете? Вот. А именно по той причине, что тот, кто любит, обычно совершенно спокойно понимает, что человек, у человека, любимый человек, ну, собственно, ушел не из-за чего-то, а из-за него самого. То есть, мужчина ушел, потому что он так захотел. Не потому что кто-то виноват. Поэтому вернуть его можно, но и только, и только, если вы изменитесь сами. То есть, если вы станете, скажем так, более независимой, да, вот, и будете выстраивать с ним, ну, скажем так, новые отношения, новый вид отношений. Не такой, как сейчас. Сейчас выясним. Выстраиваете такой странный тип отношений, когда вы как будто бы за ним бегаете. Понимаете? Вот. Мужчине это, еще раз повторю, не нравится. Мужчине это неприятно. Мужчине нужно, чтобы его старались завоевать. Мужчине, точнее нет, мужчине нужно, чтобы он завоевывал, простите. Вот. Поэтому, вот, независимость, да, это такой вот серьезный момент. А не менее серьезный момент, не менее серьезный момент, заключается в том, чтобы вы перестали обращаться к таким аспектам, как порча, сестра и так далее. То есть, то есть, чтобы вы больше смотрели именно на реальный мир. Вот вы говорите, мы жили с парнем душа в душу, собирались пожениться, но как только он устроился к своей сестре, все пошло наперекосяк. Значит, не жили бы с ним душа в душу, если он устроился к сестре и что-то пошло наперекосяк. Значит, не жили душа в душу, потому что если бы жили, то не было бы, не было бы ничего такого. То есть, получается, что любой какой-то внешний фактор, да, его работа, например, у сестры и так далее, внешний фактор влияет на ваши отношения. Знаете? А это ненормально для взрослых, здоровых, искренних отношений. Вы же не будете изолировать, да? Изолировать отношения вы же не будете? То есть, вы не будете вот, ну, в закрытом помещении, да, в закрытой связке общаться друг с другом. Поэтому я полагаю, что вот ключевой момент, он именно в этом. Что причину вы ищете не там. И чтобы вернуть молодого человека, вам потребуется, с одной стороны, понять, какая женщина ему нужна. С другой стороны, увидеть свою нуждаемость в нем, ну, потому что это очевидно. Если у вас есть нуждаемость, то вы сверх мотивированы на то, чтобы, ну, чтобы быть в отношениях с этим человеком. А это, опять же, вам не, ну, не идет на пользу в данном случае. Там сверх мотивация заставляет вас волей-неволей, да, вести себя, ну, совсем по-другому. Не так, как вы могли бы. Вот. То есть, страх одиночества, неуверенность в себе. Вот. Нуждаемость в мужчине. Вот эти все вещи вам желательно, обязательно для себя, для себя подкорректировать. Вот. Вот. Прямо необходимо. Это сделать. Потому что без этого, ну, по сути, ничего не сдвинется с места. Дальше. Значит, он начал придираться ко мне, ничего не рассказывал, ушел в себя. Ну, значит, ему что-то не нравилось. Видимо. Значит, что-то изменилось, понимаете, если, например, эм... ну, если, допустим, вы правы, и он испытывал давление своей сестры. Значит, нужно было, эм... как-то вот, ну, подкорректировать свое поведение. Вы же говорите, что, что скандалы начались на пустом месте. Но и вы ведь тоже скандалили, получается. Не только он скандалил, но и вы. И вы здесь говорите, что он ушел, в итоге он ушел. То есть, вы опускаете ответственность свою в этой ситуации. Вы опускаете ответственность свою за то, что произошло. Понимаете? Какая история. И это, это важно. Это очень, очень, очень важно. Если вы действительно хотите ситуацию исправить. То есть, вам, по факту, нужно свою субъективную сторону в ситуации определить. Вам, самой, нужно это сделать. И вот уже после этого можно будет говорить о том, можно будет говорить о том, что вы можете сделать шаги для его возвращения. Но опять же, кто значит вернуть? Да, кто значит вернуть? А если он не хочет? Что делать тогда? Или вы и насильно предлагаете его возвращать? Вы говорите, не за дней хуси отключилась, что приворожила его бывшая девочка. Ну, и, понимаете, здесь есть некое обоснование того для вас, что вы привлекаете третьих лиц в свою личную жизнь. то есть, как вы можете у кого-то спрашивать о том, что касается лично вас. Ну, только вас. Я имею в виду вас и молодого человека. Вот. Знаете, какая история? Но вы это делаете. Вы это сделали. Значит, у этого есть свои причины. И, возможно, это те же причины, по которой у вас и возникал скандал друг с другом. Возможно, я не знаю. Может быть, и не по этой причине. Но, возможно, потому что, когда человек привлекает третьих лиц в... ну, в диалог, да, в проблему. Это говорит о его определенных потребностях. И потребности эти, к сожалению, далеко не всегда связаны с тем, чтобы сделать своего, ну, например, молодого человека счастливым. Допустим. Вот. Что касается сестры, то здесь я вам, в принципе, уже сказал, что именно вот по сестре. Именно по сестре я вам сказал. да, здесь. Дальше. Вы говорите, значит, она настроила его против вас. Но если она настроила его против вас, значит, у нее, у сестры, эм, должно быть что-то против вас. не просто жемпак, она взяла и вот настроила эм, его против вас. А то молодой человек, простите, он что, тряпка такая, он что слабый такой, что его его женщина подавила. Вопрос себе, знаете, вам такой, такой мужчина нужен? Дальше. Эм, в общем, не по своей воле расстались. Эм, сейчас он не видит, не слышит, не хочет. Как его вернуть? Эм, дайте ему время. Тогда дайте ему время. Хотя бы небольшое. То есть пусть это будет, ну, я не знаю, эм, пусть это будет небольшое время. Например, там, пару недель или несколько, или несколько недель. Может, месяц или чуть больше. Вот. За это время посвятите себя своему личностному росту. Да? То есть, активно развивайтесь, эм, активно, эм, старайтесь подразделить немножко, да? Эм, контролировать свою жизнь. Именно свою жизнь. Вот. Значит, и, когда вы напишете ему еще раз, да? Когда вы, ну, вот, грубо говоря, вступите с ним в контакт в следующий раз, то вам будет легче гораздо. Гораздо легче. Вы будете чувствовать себя увереннее. Ну, более увереннее. Вы будете чувствовать себя. и, Он это отметит. Что, вы более уверены. И, если у него остались к вам чувства, что он обязательно будет сделать какие-то шаги. Если нет, ну, значит, шагов делать он не будет. И, в этом случае, уже вам, эээ, придется принять реальность, такой, какая она есть. Если вы не сможете ее принять, то это работа для индивидуальной консультации с психологом, потому что, при наличии вашей независимости, при наличии вашей свободы воли, да, вот, я полагаю, что подобной реакции не будет. А если она имеет место быть, значит, есть какие-то тонкости, сложности именно у вас, лично у вас, эээ, которые не позволяют вам принимать ситуацию такой, какая она есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, эээ, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.